Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Смоленскую станцию посетили эксперты Московского Центра Всемирной Ассоциации Организаций эксплуатирующих АЭС. Рабочий визит заместителей генерального директора концерна Росэнергоатом. Рабочий визит депутата Государственной Думы Российской Федерации Ольги Окуневой. Смоленские атомщики заняли призовые места сразу в трех компетенциях дивизионального чемпионата РИЭСКИЛС-2021. При поддержке атомщиков в школах Десногорска поставили новые окна. Определены лучшие юные фотографы Десногорска и Рославля. На плановом совещании с руководителями подразделений главный инженер Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка составляет 72 млрд 622 млн кВт-ч, что составляет 101,28% от плана ФАС. Дополнительно выработано на данный момент 920 млн кВт-ч. Общая мощность составляет 2098 мВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 10 апреля находится в плановом текущем ремонте. За 26 дней апреля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,6 млрд кВт-ч, что превышает плановое задание на 47 млн кВт-ч. С начала года выработка составила 6,5 млрд кВт-ч, сверх плана 36 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. В этом году Международная организация труда актуальным определила девиз «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис, инвестировать в устойчивую систему управления охраной труда». На Смоленской АЭС, как и на всех атомных станциях России, предприняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и обеспечения безопасной и непрерывной работы станции. Дисциплина и ответственность – залог сохранения жизни и здоровья, а также важнейшие условия обеспечения бесперебойной работы Смоленской АЭС. Это касается сотрудников предприятия, подрядных организаций и всех десногорцев. Необходимо помнить, что безопасность начинается с каждого из нас. Отнеситесь к соблюдению правил охраны труда и безопасности, как к личной заботе о себе, своих коллегах и близких. Смоленскую станцию посетили эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. Трехдневный визит – традиционный этап подготовки к проектно-информированной партнерской проверке, цель которой – оказание профессиональной поддержки в достижении высокого уровня безопасности и эксплуатационных показателей, выявление возможностей для улучшения, сбор опыта, полезного другим площадкам. Предварительный визит эксперты посвятили обсуждению пакета предварительной информации, условий организации партнерской проверки и изменений методологии ее проведения. Особое внимание уделили наблюдениям за выполнением плановых ремонтных работ и действиями оперативного персонала на полномасштабном тренажере БЩУ в моделируемых нештатных ситуациях. Несколько часов было отведено на интервью руководителей высшего звена управления Смоленской АЭС о приоритетах, потенциально сильных сторонах в производстве и проектах по улучшению в различных областях. Такие беседы необходимы для глубокого понимания особенностей предприятия, налаживания открытого взаимодействия, что в итоге принесет больший эффект от работы международной команды, которая с 9 по 25 сентября будет тщательно анализировать деятельность атомной станции на соответствие принципам, изложенным в документе ВАУ-АЭС, производственные задачи и критерии их выполнения. Сегодня нам показали некоторые результаты по наблюдениям партнеров. В принципе, мы с этими результатами согласны. Мы наши недостатки знаем. И планы работы по ним у нас уже давно есть. Но, тем не менее, свежий взгляд со стороны, во-первых, дисциплинирует, а во-вторых, подтверждает, что мы работаем в правильном направлении. И, в общем-то, от сентябрьской партнерской проверки мы ждем ну, в общем, выявления наших недостаточно сильных сторон для дальнейшего развития станции и ее совершенства. С рабочим визитом в Смоленскую АЭС посетили заместитель генерального директора, директор по производству и эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Андрей Дементьев и заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС, директор департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Александр Крупский. Цель приезда – оценка текущего состояния эксплуатации атомной станции, оборудования, готовности к партнерской проверке Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. По итогам посещения Смоленская АЭС получила положительную оценку руководителей. Как ими было отмечено, коллектив четко понимает поставленные перед ним производственные задачи, готов к их выполнению и настроен на решение проблемных вопросов. «Мы в очередной раз убедились, что Смоленская станция поддерживает тот высокий уровень культуры производства, который ей был присущ. Очень хорошее состояние оборудования, чистота, порядок. Да, были высказаны ряд замечаний, это должно быть так, потому что нельзя успокаиваться на достигнутом, надо двигаться дальше». Руководители совершили обход энергоблоков, внешних производственных объектов, открытых распределительных устройств, площадки противоаварийной мобильной техники ознакомились с действующей на предприятии документацией. После этого провели производственное совещание с руководителями цехов и подразделений, на котором рассмотрели достаточно широкий круг вопросов, касающихся выполнения Смоленской АЭС производственных задач на 2021 год, проведение ремонтной кампании, подготовку станции к планируемой в мае корпоративной партнерской проверке по линии ВАО АЭС и другие. 26 апреля в Десногорске состоялся митинг, посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции. В нем приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Окунева, руководство Смоленской АЭС, города, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, представители общественных организаций, предприятий и учреждений города, духовенства, студенты и школьники. Люди ваших профессий, пожарные, военные, те, кто работали в то время на атомных станциях, те, кто обеспечивали их деятельность, как специалисты, как люди очень многих разных профессий, первыми пришли на помощь. И сегодня у многих болят раны, но все люди, которые вернулись, ликвидаторы, они дальше трудились в этом городе. Они ходили и ходят по этим улицам. В ваших семьях рождаются дети и внуки. Вы любите этот город. За это вам отдельное спасибо, что вы встречаетесь с молодежью, рассказываете о настоящих событиях, примите пожелания здоровья и спасибо вам за ваше мужество, за ваш личный героизм. Как отметил заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, уроки Чернобыля не прошли даром для атомной энергетики. Извлечен колоссальный опыт, проведена масштабная модернизация энергоблоков. Вопросы безопасности для атомщиков стоят на первом месте. Основная задача всех, кто сегодня управляет атомной генерацией и кто будет управлять, сделать все возможное и необходимое, чтобы подобные трагедии никогда больше не происходили. Собравшиеся почтили память ушедших героев минуты молчания и возложили цветы к стелии жертвам радиационных катастроф. На встрече с участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Окунева подчеркнула важность того, что они объединены общественной организацией. Это дает возможность общаться между собой, встречаться с подрастающим поколением, чтобы сохранить воспоминания о героизме участников, решать вопросы социальной поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС, поскольку сегодня в Десногорске проживает 840 ликвидаторов и членов их семей. Вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Новиковым парламентарий вручила чернобыльцам памятные медали «35 лет аварии на Чернобыльской АЭС», медали и почетные грамоты Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль России» участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому и руководителю акционерного общества «Атомтранс» Михаилу Лосенко. Благодарственное письмо председателю Десногорской городской общественной организации по поддержке пострадавших от чернобыльской аварии Тольяту Мамедову. Смоленские атомщики показали высокий уровень профессионализма, завоевав серебро в трех компетенциях пятого чемпионата «Реа Скилз» – главного соревнования профессионального мастерства среди сотрудников концерна «Росэнергоатом». В составе сборной команды Смоленской АЭС на чемпионате выступили 12 конкурсантов и 9 экспертов в 7 компетенциях. Сотрудники химического цеха – лаборант Ольга Шафар и ее эксперт – инженер Светлана Дерибас – заняли второе место в компетенции «Аналитический контроль». Также серебро в компетенции «Электромонтаж» принесли в копилку достижения Смоленской АЭС инженер цеха вентиляции Алексей Гайдачук и эксперт – ведущий инженер Константин Шурыгин. Успешно дебютировала команда Смоленской АЭС в новой компетенции чемпионата «Каракури инженерное мышление», заняв второе место. В ее составе выступили представители реакторного цеха – начальник смены Виталий Федоров и инженер Сергей Прудников, ведущий инженер отдела мобилизационной подготовки Дмитрий Зайцев, а также их эксперт – главный специалист конструкторско-технологического отдела Алексей Гавриленко. Сейчас формируется сборная концерна «Росэнергоатом» на «Атомскилз-2021». Победители и призеры – главные претенденты на участие в отраслевом чемпионате. Во всех четырех образовательных школах Десногорска при поддержке Смоленской АЭС заменены старые деревянные оконные блоки на современные стеклопакеты из ПВХ-профиля. Работы по замене окон выполнялись через Некоммерческий фонд поддержки социального и экономического развития Десногорска, образованный в конце 2020 года. В рамках благотворительности Смоленская АЭС выделила фонду целевые средства на установку 60 стеклопакетов на общую сумму 1,2 миллиона рублей. В ходе рабочего визита в Десногорск депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Окунева оценила качество новых окон, отметив их прочность и эргономичность, и порекомендовала подрядчику сделать еще больше акцент на безопасности учащихся, установить фиксирующие замки на ручки форточек. В настоящее время все стеклопакеты оборудованы затворными устройствами. Школьники и педагоги отмечают, что в классах стало светлее, теплее и уютнее. После замены оконных блоков в кабинетах значительно стало теплее, светлее, кабинеты получились даже более объемными за счет того, что новые окна. Школьники Десногорска и Русловского района вошли в тройку призеров пятого юбилейного международного конкурса детских фотографий в объятиях природы, который ежегодно проводится фондом АТР АЭС и венгерской АЭС ПАКШ при поддержке концерна Росэнергатом. Всего на конкурс поступило более двух тысяч фотографий природы, авторами которых стали дети, проживающие на территориях присутствия АЭС России, Венгрии, Белоруссии, а также учащиеся из Абхазии. В числе победителей – 53 юных фотографа. Как отметил первый заместитель генерального директора Росэнергоатома Джумбери Ткибучава, российско-венгерский творческий проект с каждым годом привлекает все большее число юных участников из разных стран. Полученные за пять лет конкурса тысячи фотографий наглядно показывают, что города расположения атомных станций не только красивы, но и экологически безопасны. Среди десногорцев первое место заняла Арина Месоед, второе место – Лев Тарапушин, третье место – Сергей Кузьмин. Среди рославльчан первое место – София Зубарёва, второе место – Артём Поляков, третье место – Мария Гришкова. До конца года во всех городах России, Венгрии, Белоруссии и Абхазии, принявших участие в проекте, будут организованы фото-выставки работ победителей. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни и станций вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова